Бережно хранимую тишину в читальном зале теперь никто не нарушит. Но сотрудников Российской национальной библиотеки такой порядок не радует. Общение с посетителями помогало справиться с рутиной. Теперь же все читатели стали удаленными. Отправить запрос в библиотеку можно через сайт РНБ. На главной странице кнопка «Консультация онлайн». Нажимаем. Видим, что оператор уже вышел на связь и оставляем запрос. Мы получили ваш запрос. Вы просили прислать повесть Тругенева Ася. Мы отправляем нашего читателя в службу электронной доставки документов. В первые дни после закрытия библиотеки спрос на онлайн-ресурсы вырос вдвое. Ажиотаж хоть и немного спал, но специалисты готовы справиться с любыми объемами. А вот что не изменилось, так это содержание запросов. Пандемия и вирусы не вышли в число самых популярных тем. Лидирует по-прежнему юриспруденция, педагогика, искусство. Буквально два дня назад подан запрос человеком, который просит найти ему нидерландские гербы, конкретно герб определенного купца. Вы понимаете, это запрос, который предполагает просмотр девизу книг. И мы это делать будем. И все же пока виртуальных книг в национальной библиотеке куда меньше, чем реальных. Из 38 миллионов документов оцифрованы только 700 тысяч. Ускорить процесс не получится, даже в экстремальной ситуации. Мы бы рады делать больше, но, к сожалению, все ограничивается возможностями нашей техники. Но вы сами понимаете, что есть определенная скорость сканирования, и ее не превысить. Но, отвечая на вызовы времени, в РНБ сделали новую электронную подборку. Оцифровали исторические материалы, посвященные эпидемиям. Документы разных эпох доказывают. Во все времена главным средством борьбы с болезнями было просвещение. Например, испанко-эпидемический грипп, закрытие школ, ограничение общественных зрелищ и мероприятий. Это вот все начало 20 века. Практически то же, что происходит сейчас у нас, все здесь описывается. О возвращении хорошо забытого старого говорят и наблюдения экспертов отдела рукописей. Здесь исследуют почерк, бумагу, красители, переплет для реконструкции истории общества. Носителями информации становятся даже крошечные проколы, сделанные для раздлиновки книг. Мы видим на мониторе при большом увеличении, что прокол не круглой формы. То есть это была не терпульная какая-то игла, не обычная игла. А, очевидно, игла или, скорее всего, шила таким ромбовидным или прямоугольным сечением. В отделе рукописей хоть и взаимодействуют с памятниками ушедших эпох, а тревога настоящего отозвалась и здесь. Библиотека работает в одну смену, а значит изучать старинные книги до вечера уже нельзя. И теперь библиотекарь остается только ждать, когда вновь придется призывать посетителей к тишине в читальном зале. Екатерина Грицыенко, Сергей Смирнов, Александр Горохов. Вести. Петербург.